Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брандт, вы на лайв-канале, а значит, что сейчас будет что-то очень вкусненькое. Дегустация шоколада и сластяшек сегодня на ваших экранах и у меня на столе. Но перед тем, как мы начнем есть вкусности, скорее всего вкусности, потому что я пока не пробовал, прошу вас вступиться в игру, так сказать, внедриться в действие. У меня 1 сентября день рождения, да, и осталось буквально там 20 дней до него и до 300 тысяч на этом канале осталось буквально там типа 17 тысяч 500 человек. Поэтому давайте, если вы не подписаны, сделайте, так сказать, красную кнопку подписаться ниже экранчика с видео серой и будет вам счастье. То есть это прям вам несложно, то есть подпишитесь и как бы все, и слитесь за двухдневно-внедельными, так вот, сегодня скажем, видосы на этом канале. И сегодня, когда вы уже нажали кнопочку и лайк заодно тоже, давайте скажем, что сегодня будет конкретно. Во-первых, это муга, это батончик «Три мушкетера» из сериала «Очень странные дела», то есть это в Америке. Он продается, он как бы оригинальный, в принципе, он продается и он как бы фигурировал в сериале. Были у меня еще вафли «Эго», но они, к сожалению, стухли, да, у продуктов есть свойство портиться, а вот это вот пока нет, скорее всего, потому что это не пахнет плохо, поэтому я надеюсь, что с ним все хорошо. И также несколько еще новинок, либо необычных продуктов. Давайте начнем с того, что меня пленило. Я увидел это на полке, такой, вау, все, это мое, это надо брать, это будет интересно. Nestlé «Шоколайт чипс», то есть это шоколадные чипсы. Естественно, скорее всего, вы их пробовали, они у вас есть на полках, и давайте тем, кто не пробовал, дадим возможность послушать про них, но вы пишите в комментариях ваше мнение. Так вот эти вот «Доктор, это вам», розочка, как у актера Алексея примерно, и, ох, друзья мои, упаковка, упаковки, как я люблю, это хрустящие зерновые хлопья в ночном шоколаде и декорированные темным шоколадом. То есть шоколадные чипсы, это, конечно, мне кажется, кликбейтится такой, потому что хрустящие зерновые хлопья не так классно звучат, как шоколадные чипсы. Я шоколадные чипсы пробовал в магазине японского шоколада «Ройс», который типа самый другой шоколад, там прям очень вкусно, то есть они бывают внутри с картошкой, то есть чипсы в глазуре бывают просто шоколадные. Вот эти хлопья я не пробовал, выглядят они, ну, как бы норм, то есть они реально, так, давайте возьмем покрасивее, декорированные шоколадом, в шоколаде, такие вот ворм-образные, то есть червеобразные, такие вот снеки, не знаю, чипсы, как бы, но как бы не чипсы. Хрустящие, шоколадные, зерновые, лучше, чем я ожидал. Знаете, вкусники? Не помню, сколько они стоят, честно, но я думаю, что не так мало. Одна порция, шесть штук. Вот так вот, друзья, вот, и супер, прямо писано. Мы рекомендуем вам не больше шести штук за порцию. Ммм, вкусно. Это вкусно. Ну, хорошо. Прям советую. Ммм, их прям дофига. Поэтому можно брать на несколько человек, вообще не обломаться. Шоколадные чипсы на столе, получают лайк, они сладенькие, они вкусненькие, их можно смело подавать, и к столу, такой формочки, и как десерт, и, в принципе, как перекус. Понятно, что это, скорее всего, очень энергетически ценно. И здесь 100 килокалорий на 100 грамм, а нет, вру, на порцию, порция 8 штук здесь, это 20 грамм, и здесь 100 килокалорий на порцию. То есть, охренеть, охренеть, но это вкусненько. Итак, давайте дальше. Это rose and berry, то есть, это вкус розы и ягод, такая вот у нас от Lotte. Lotte у нас делает чокупай, собственно, и конфета со вкусом ягод и розы. Сахар, посластитель, эмульгатор, гидрокарбонат натэ, ароматизатор лепестки розы, глюкозы, порошок из японской сливы, краситель красная капуста, что бы это ни значило. Они продаются тоже в этих автоматиках, в рендинговых, тоже продаются в каких-нибудь магазинчиках, стоят так же, как и все иностранное, там, рублей 100-150-200, в общем, дико дорого, но лежит он у меня, и я подумал, а почему бы нам не протестировать. Да, это удобная такая вот упаковочка. О, кстати, вообще, то есть, тут раз, закрывается, открывается, и тут одна, там, две штучки. Белые дрожжи, сразу чувствуются и ягоды, и лепестки розы, в плане ароматизатора здесь все офигенно. Как бы нужно рассасывать, скорее всего, но я кусаю дрожжей, реально, с этого кайфует. Розы чувствуются во вкусе, ягоды кислинку дают. Реально, да и тут, знаете, вкус понятный, простой, как написано, так и есть. Я не скажу, что прям супер вкусно, но чисто как потом, в принципе, после еды просасывать и поубрать лишнюю еду, так сказать, из полости. Просэндбэрри, гламатик, чтобы это, опять же, не значило, я думаю, что можно. Если это не шибко дорога, либо вас угостили, ваше право это пробовать. Покупать, думаю, что именно не стоит, тем более за какие-нибудь большие деньги. Ну, как бы это из тех продуктов, которые, если есть, как бы, то и круто, но не настолько классные, чтобы их покупать. Вот чипсики, они более приятные и более призывающие к покупке. Далее идет такая вот конфетка с дурианом. Мне когда друзья давали, говорят, вот ты пробовал уже дуриан? Я говорю, да, вот есть конфеты, которые типа дуриан, а вот это чисто, тот вкус, который есть у фрукты. Я подумал, что, ну, блин, а почему бы тоже их не протестировать? Они называются Fruit Fizz Soft Chevy Candy Real Durian Added. То есть настоящий дуриан добавлен туда. Ох, вот такая вот типа фрутеллы, типа мамбы, что-то вот такое вот, типа жевательный мармелад, жевательный конфета. Дурианом пахнет, но при этом не так ярко, как сам фрукт, естественно. Вау, поэтому она будет более жевательной. Ммм, на вкусе я знаю, нет, все, добрый вечер. Я понял, понял, она такая же, как дуриан. Все, спасибо, классная конфета. Идем дальше. Еще одна новиночка, прям реально новинка, потому что так написано вот здесь, а я верю надписям. Аленка молочный шоколад бодрый, подзарядка с гранолой. То есть тут гранола, фундучок, чтобы ты заплакала, и какие-то то ли ягоды, то ли изюм, скорее всего это изюм. Попробуйте другие вкусы, там их тоже пять штук, в общем их миллиард вкусов. Состав сахар, какао масло, сухое сольное молоко, какао тертое, злаковые хлопья, гранола, овсяные хлопья, граноловый сироп, сахарный вкусный сироп, соль, мед, пшеничные хлопья, рапсовое масло, пшеничные гранулы, пшеничная мука, солдовый экстракт, сушеный изюм, кокосовая стружка. В общем, легче сказать, чего там нет, потому что, мне кажется, напихали для бодрой подзарядки просто абсолютно всего. Выглядит как обычный шоколадик, то есть тут есть вкрапление как бы злаков и каких-то орехов. Запах такой, знаете, вот как полезный завтрак, типа такой, то есть вроде как и хлопья есть, и какая-то такая шоколадная составляющая, какие-то вроде фруктики чуть-чуть, в общем, то, что мы называем полезным завтраком, но мало кто есть, потому что хочется съесть бутер с колбасой, хочется съесть яичницу, хочется съесть, не знаю, варенье. Шоколад стандартный, оленковский. Самое главное, чтобы этот вкус не мешал, не был каким-то тут лишним и раздражающим. То есть, если типа это польза, то это здорово. Вкус, не скажу, что отличающийся чем-то от обычного, то есть, ну, чуть-чуть хлопья во вкусе есть, чуть-чуть шоколад, чуть-чуть, еще чуть-чуть, то есть изюма я не чувствую. Гранола есть, гранола вот этот вот сироп. Не скажу, что прям я в восторге. То есть, это хорошая новинка для тех, кто типа хочет утром подзарядиться, хотя по факту тут сахар, сахар на первом месте. Все все понимают. Маркетинг чистой воды, вкусно, вкусно, полезно, не более полезно, чем, я думаю, первые наши шипсы. Ну и, собственно, то, ради чего мы собрались. Это три мушкетера Нуга из сериала «Очень странные дела». Не пишите в комментариях, смотрели ли вы этот сериал, потому что мне осталось буквально там типа две серии последнего сезона, и это ценный такой экспонат, там у меня есть не открытая, и которая не будет открытая шоколадка, так сказать, батончик. А здесь для того, чтобы мы с вами оценили вкус, припасена вторая. Как говорил Дастин, который, собственно, и во втором сезоне их ел, это, короче, очень вкусно, но другие ребята говорят, что это просто Нуга, то есть как Сникерс, но без карамели и без арахиса, то есть шоколад и Нуга, то есть чисто как Марс. Ну, в принципе, как Марс и есть. Шоколад чувствуется, то есть такая вот даже не шоколад, а вот шоколадный запах. То есть это как есть апельсина, а есть апельсиновый вкус, так же и здесь. То есть мы чувствуем запах шоколадного вкуса. Ну, я здесь упорю, потому что я-то понял. Ммм, реально как Марс. То есть есть такой вкус горького шоколада, есть вкус Нуги шоколадной. Ну, типа, реально, это не что-то, естественно, просто вот шоколад в шоколаде шоколадом погоняет. Абсолютно понятная история. Что я знаю, что такое, как будто вот ромовый оттенок, как будто вот ешь ромовую бабу, то есть там нет, понятно, ромового в настоящем виде, но что-то такое вот там есть. Виптап флайф шоколад он шоколад тест. То есть, как я сказал, шоколад шоколадом и шоколадом погоняет на 45% меньше жира. Вот это прям кайф. Понятно, что все равно там калорий до хрена 200 килокалорий в двух штуках. То есть это, конечно, меньше, чем в первых чипсах, но в целом это вот очень сладко, очень приторно. То есть, если вы любитель этого сериала и особенно второго сезона, где это и едят, то это как бы круто, это порт, знаете, прикоснуться к своей, к своим кумирам, к своей, не знаю, мечте. И в общем, к тому, к чему приятно. Но, если бы это не были три мужских тёра, а были бы просто какая-то вот нау-наем-нуга, ну, такое, то есть это с чаем, не сладким, каким-нибудь там, типа, грейфлодом, можно поесть вообще. Но вот так, без запивона, это очень, конечно, очень сладко. Я вот буквально, наверное, половинку вот этой вот, половинку-половинки батончика съел и уже чувствую, что хочется чем-то запить. В общем, пишите в комментариях, как обычно, всё, что вы думаете про эти продукты, что вы пробовали, что захотите попробовать, смотри ли вы, странные дела. И обязательно подписывайтесь на этот канал, потому что до 1 сентября осталось не так много времени и осталось буквально там 17 тысяч подписчиков. То есть это вот нужно по тысяче в день. Сложно, но я думаю, что давайте мы справимся, потому что почему нет? Я думаю, что всё в наших руках. Спасибо большое, Макс Брандт для вас ел, как всегда, вы лучше всех. Прошлые ролики смотрите, пожалуйста, ссылочки в описании. Пока!